Всем привет! Дядя Юра дает прогноз на матч 38 тура Ла Лиги в Алья Далит Атлетика. Встречаются 19 и 1 команды текущего сезона. Очные матчи. В последних 10 очных матчах команды 7 раз играли на обе забьют нет и по ровну на тотал меньше больше. Последние 4 очные матчи были низовыми и нулевыми. У Атлетика 9 побед при одной ничьей. Статистика команд. Валья Далит без побед в последних 11 матчах и проиграл последние 3. Валья Далит последние 3 домашние матча отыграл на тотал меньше. Атлетика не проигрывает последние 4 матча. Атлетика последние 2 матча выиграл 2-1, на последние 2 выезда были на тотал меньше полтора. В минувшем туре Валья Далит проиграл со съеда до 1-4. У хозяев в первом тайме залетело все что летело в створ ворот Валья Далита. В итоге 4-0 и второй тайм превратился в пустую формальность. Атлетико выиграл у Асасуны 2-1. Хозяева долбили ворота Памплона полтора тайма, но все было как в песок. Более того, за 15 минут до конца матча Будемир забил единственный момент Асасуны, и матрасникам пришлось в авральном порядке спасать уплывающее чемпионство. К счастью, гости особо не упирались, и команда Симеоны додавила таки Асасуну, отскочив с самой концовки матча. Очный матч первого круга выиграл Атлетико 2-0. В Алиадолиту, похоже, уже не выбраться из зоны вылета. Атлетико нужна победа, чтобы стать чемпионом. Сложно представить, чтобы матрасники упустили такую возможность. В игре против Асасуны у команды Симеона мяч упорно не лез в ворота гостей вплоть до последних 10 минут матча. В Алиадолит на финише сезона играет неважно без побед в последних 11 матчах. Сложно представить, что должно в этой игре случиться такого, чтобы гости ее не выиграли. Да, история испанской премьеры знает случай, когда в последнем туре аутсайдер убирал потенциального чемпиона. Болельщики со стажем должны помнить казус мадридского Реала в последнем туре с Тенерифе в сезоне 91-92. Но подобное случается крайне редко, да и Атлетико нереал. Чемпионом становится по большим праздникам, поэтому гости не должны бы упустить такую возможность на этот раз. Сценарий матча предположить несложно. Гости будут с первых минут долбить ворота хозяев, как это было в игре с Асасуной, и скорее всего должны забить быстрый гол. И еще до перерыва развить свой успех. Если не случится небольшого чуда в виде ответного гола со стороны Вальядолида, то при счете 0-2 Атлетико наверняка постарается играть максимально безопасно, прежде всего в обороне. И тут уже можно только гадать, смогут ли гости забить третий гол, или все закончится на 0-2. Шанс на то, что забьет Вальядолид, небольшой. Получается, что за базу на этот матч можно брать счет 0-2. Из связки ставок тотал меньше, обе забьют нет, победа гостей. Самый высокий коэффициент стоит на тотал меньше, 2-30. На обе забьют нет 1-83, на победу гостей 1-43. Конечно же, самой ожидаемой ставкой здесь идет вариант с победой гостей. Коэффициент 1-43 не такой уж и плохой, как для такого случая. Если предположить, что гости постараются создать себе безопасный задел в два мяча, чтобы обезопасить себя от случайного гола в концовке матча, можно играть победу гостей с фурой минус 1 за 1-65. Напрягает в этой ситуации два обстоятельства. Во-первых, в очных матчах Вальядолид не забивал атлетиков в последних четырех очных матчах. Это очень длинный отрезок и тут запросто может случиться все что угодно. Во-вторых, Вальядолид хоть и не выигрывает в последних матчах, но в домашних играх большей частью забивает хотя бы один гол. Поэтому здесь потенциально 1-2, как и 1-3 не будут неожиданностью. Поэтому самым надежным вариантом здесь надо признать простую победу матрасников за скромный коэффициент, которая выводит их чемпионами. В качестве альтернативы можно предложить вариант тотал меньше 3,5 за 1-48. Но опять же, запросто здесь может заскочить и счет 1-3. Поэтому здесь лучше ничего не выдумывать, а брать чистую победу атлетиков. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Детюра верит, что у вас все получится. Всем оптимизм и удачи. Будьте здоровы.